Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Презапуне, что в ПОСТе С transmitят плечи Для тех кто-то registрировал Остальные Возвращаются в плечи И transmitят вновь Детям, что требует Дезвратить региму, respectив Прин ПОСТ И что мы можем сделать? В начале третий, в луна июле Интепринерия Действия ПОСТА Могловия Деклара, что suspend Contactы и colaborания С Федерация Рус Субтитры создавал Dimaesandu. 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 это более важное. У нас есть те, которые у нас были души в том числе, в том числе, в том числе, в том числе и в том числе. Но, в этой ситуации сложной ситуации, в этой ситуации, в том числе, мы видим, что системы опустили и легалии. Это означает, что не было ничего. Люди не могут жить в этой минусе. Существует понимает, что Майя Сандру, который, в своем теле, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, это человек, который стал президентом Республики Молдовы. В этом году, в том числе, в том числе, я сказал, в 3,5 лет, и, в том числе, 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 где мы проходим, в том числе, в том числе, Очень корректно. Так я сказал, что, Господь и Господь, что, Господь и Господь, мы не будем сходить на этот путь, а мне нужно сходить на этот путь, и я вам сказал это, я вам сказал это. В кадр учитывания, которые я имею в виду, в целом, в социализации, в медиа, это не было. Я не верю в камеру, я уже был в 10-е, в прошлом последнего септамыни. Мои, по-моему, Мыне я буду работать в Дрохе и в Флористе. Мыне я буду работать в Сынгерей и Белти. Я был в 10 раиоан, я буду работать в остальные раиоанели, в паркурсу следующего двух сетям и половину. Дом Дудон сперем, что мы начнем с Коцофана. Распансово мне очень просто. Снимайте, друзья, вы должны быть в Сынгерей, вы должны быть в Сынгерей. Возвращайтесь в Сынгерей. Апопом, в контексте, в то время, что происходит в Сынгерей, я у меня вопрос. Дома, басадор, вы не слышите? Может, есть время для вас? Может, вы трезыте? Может, это время для вас трезыте? Не потекут? Они все в порядке. И вы все в порядке? Дома, басадор, УЕ, Суа и другие. Если нужно, вы просто должны быть в нормальном. Я думаю, что вы все видите, в парере. Я не верю в не-профессионализм. И я думаю, что вы знаете очень хорошо что случилось. Вы не можете не видеть эти фараделиги. Но тачать. Почему тачать? Нужно не скажите так. И даже не интересно. Как вы все-таки тачать? Следующий третий субъект, который появился визуарный публик, это новый инструмент для цензуры. Вы видели что вы думаете? Вы знаете что вы понимаете? Потому что вы думаете что вы думаете. Вы думаете что вы думаете? Вы думаете что с Кику, с Додон, три-патру лета, между ним разобрались в Университетской рейтинге? Вы серьезно? Да вы забрали? Вы мините зад constатки? Вы знаете что вы думаете с Кику, с Додон, три-патру лета в свою очередь? Теперь вы���ете с Бумеранда, И вы вы думаете, как? Возьмите голову? Возьмите Марию Машу Олару, в вашей спитоте. Понимаете, что вы делаете? Ну, это идиотизм. Я не знаю, не знаю, что в стране есть. Потому что, если кто-то критичит, при этом социализации, ты будешь на пушкаре. Если Марию Олару о спаситое, вы стражите в противоположные. Но для тех, кто висит, вы будете подниматься на пушкаре, которые строили ваши, а те, кто и у них, не западите другого, потому что вы не мерите ее. Вы проживете. Вы не мерите эти борты. Вы поднимите в том, что вы поступите. В то время. Степан, что скажешь по поводу собрания депутатов Приднестровья? Было понятно, я неделю назад сказал, что это паника, которую кто-то пытается сеять, что ничего такого не будет. Было довольно мирное заседание депутатов всех уровней Приднестровья. Да, они обратились к международному сообществу, они обратились к Российской Федерации для того, чтобы экономически помогли, не военным, потому что кто-то очень надеялся из наших недрузей, что там будут какие-то воинственные заявления, которые позволят дестабилизировать ситуацию Приднестровья. Их не было, и это хорошо. Как вы думаете, почему Майя Сандо и Дарья Ильича не комментируют оправдательное решение в отношении Александра Стейнову? А что они могут сказать? Либо они должны признать, что они идиоты и пошли на поводу у разных людей из системы бывших прокуроров и каких-то личных амбиций, и они это должны признать публично путем восстановления этого прокурора, то есть стального. Либо они делают вид, что ничего не происходит, и через своих пресс-секретарей дают какие-то непонятные всем пресс-релизы, и будут дальше делать то же самое. Я думаю, что они выбрали делать то же самое дальше. Это чревато, я уже говорил, уголовным преследованием сразу после изменения власти в Республике Молдово. Так, Иван Павлевогл, если сделать референдум, какая судьба уготовлена Гагаузия? Иван, во-первых, насчет этого референдума, мы еще посмотрим, что будет на референдуме, и будет ли этот референдум. Я не исключаю, что они могут отказаться от этой идеи, потому что есть большая вероятность, что люди будут голосовать против этого референдума. Я уже видел, я уже сказал в начале этой передачи, я вижу, что некоторые проевропейские партии об этом говорят, что этот референдум незаконный. То, что касается Гагаузии, ну, этот референдум никак не повлияет на Гагаузию. То есть, хуже, чем сейчас, оно не будет. Я был на днях в Гагаузии, сказал, что я буду поддерживать народ Гагаузии. Я подтверждаю, что раз в две-три недели, раз в месяц я буду в Гагаузии, мы будем встречаться, обсуждать. То, что делает центральная власть против Гагаузии, это антиконституционно. На данном этапе все делается для того, чтобы уничтожить гагаузскую автономию. А мы должны все, не только Гагаузии, но и молдаване, и государственники, должны сделать все возможное, чтобы сохранить автономию Гагаузии. Потому что это залог сохранения государственности нашей страны. Возможно, в том числе, что мы можем сделать автономию Гагаузии. Фарфурия Гагаузии, это же. Возможно, это не было. Так, Иоанн Варлан. Во время войны в Молдову. Я думаю, что никто не может понимать, что Майя Санду. Я тоже не понимаю. Но я думаю, что Майя Санду, из чего я вижу, с ответом и ответом, и многие другие вещи, я думаю, что Майя Санду будет готов для того, чтобы остаться в фото. Потому что они понимают, что в момент перерыва в фото, они будут все фуганы из этой страны. И те, кто-то с которыми они не выполнят сарчинные иллегали, орденные иллегали, будут в фашкушкарии. То есть, может Майя Санду начать разбой для Романия в функции? Да, Майя Санду может сделать это. Что мы должны сделать, мы должны упринять в случае этого. И если Майя Санду будет начать разбой для Романия в функции, то мы, с вами, имеем муни для того, чтобы все эти методы для логи против Кочи-Стера. Дмитрий Смайловский, Игорь Клаевич, власть совсем берега попутала и начинает откровенно борзеть. Есть ли у нас шансы поставить их на место? Дмитрий, я уверен, что у нас есть шанс. Для этого мы и остались в стране, я лично остался в стране. Я смог после 2020-2021, когда мы потеряли власть, я мог бы уехать из страны, я мог бы и после этого уехать. Но я остался в стране, потому что я верю, что мы сможем поменять ситуацию в Молдове. И мы обязаны это сделать. Знаете, каковы самые большие шансы для нас? Почему сейчас у нас есть шансы в этом году? Потому что те, благодаря которым этот режим пока что еще держится, у этих кураторов, у них у самих начинаются проблемы. Внутренние проблемы, внутренние политические проблемы. Я думаю, что это нам поможет для того, чтобы поставить точку и убрать эту ОПГ, организованную преступную группировку, и пас из власти. Но это зависит от вас. Это зависит от граждан Республики Молдова, насколько мы будем ответственными и активными на выборах осенью этого года. Я напоминаю, выборы, скорее всего, будут 27 октября. Кстати, очень большой, великий, православный молдавский праздник. Таня Чорба. Таня Чорба. Гектар Хитман. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Сделайте все возможные усилия устранить ссоры с Румын и НАТО из страны и Молдовы. Будет процветать. Иначе повторится и 2018 год. Гектар Хитман. Я полностью с вами не согласен. Этих ссоросят нужно убрать из власти. Это первый этап. Потом нужно поступить как Виктор Орбан в Венгрии. Вели жесткие законодательные ограничения для НПОшников, которые пытаются влезть в внутреннюю политику страны. Еще раз. Я не говорю про Москву и Россию, которая сделала то же самое. Примерно. Я говорю про европейскую страну. Член ЕС и член НАТО. Венгрия. Нужно взять законодательство Венгрии и принять МОТОМО в Республике Молдова в этом вопросе. Это наша позиция. Позиция социалистов. И мы это будем делать. Георгий Марга. Первое. Какие условия ПМР к Молдавскому наследству? Почему мы ведем переговоры 30 лет в формате 5 плюс 2? И где можно прочитать их публично? Павел, я занимался этим вопросом не раз. Требований, условий Приднестровья к Молдове, как таковых, были только экономически и социальными. Ну, предложения или нетребования. То есть там есть несколько этапов. Первое решение экономических и социальных проблем и дальше уже политического регулирования. Так вот, блок экономических и социальных проблем, он очень важен, очень сложный, непростой. Там и банковская система, там и расчеты, там и налоговая система, потому что на правом берегу одна налоговая система, у нас НДС, на левом берегу другая налоговая система. принципы налоговой системы, разные банки центральные. Вот сначала эти вопросы нужно решать. Поэтому в рамках формата 5 плюс 2, когда я был президентом, мы занимались очень плотно вот этой повесткой дня. И у нас были довольно неплохие результаты. Я помню, в 2017-2018 год даже наши партнеры, западные партнеры, сказали, что это прорыв в решении этих проблем. К сожалению, последние 3-4 года этим никто не занимается. Так вот, до политического регулирования, что означает политическое регулирование? Это означает статус Приднестровья в единой Молдове. Вот это политическое регулирование. До этого есть очень много социально-экономических вопросов. И концептуально, когда начался этот процесс, я думаю, что правильно решили, что давайте шаг за шагом. Социально-экономические проблемы, потом дойдем до политического регулирования. Павел Рудник. Когда Молдова в 1991 году вышла в СССР, были ли установлены сухопутный морской коридор, согласно ООН? Чашка не пустая. Сухопутный коридор откуда? Сухопутный морской коридор, согласно ООН. Ну, Павел, объясните более детально, я не знаю, о чем идет речь. Юра Марчак. Добрый день, Игорь Николаевич. Смотрели вчера послание президента Российской Федерации? Какие ваши мнения? Юра, я не успел посмотреть вчера, потому что у меня вчера было интересное заседание суда. Очередного, оно длилось до полвторого, поэтому не успел как раз в этот период, но я прочитал основные тезисы. Довольно интересные посылы, интересные акценты были поставлены. Ну, видно, что очень взвешенно, системно российские власти подходят к, во-первых, ну, в первую очередь, к развитию своей страны. У нас такого системного видения в Молдове, у нынешнего руководства нет и не может быть, потому что они не видят своего будущего в этой стране. Они видят свое будущее где-то в США, либо в Вене, либо в каких-то должностях в МВА и Всемирном банке. Поэтому они не способны на такие масштабные проекты и масштабное видение стратегического развития своей страны, к сожалению. Но скоро будут другие люди у власти, которые это смогут сделать. Валера Чертан, ваш план развития страны на первые три года медицины, образования, соцзащиты. Валера, давайте мы отдельно про эту передачу, если хотите, сделаем. Отдельную передачу. Вот по секторам, потому что обычно я отвечаю коротко на вопросы, но если вы хотите детально вот так поговорить, мы сделаем отдельный эфир, может быть не пятницу, а как-то вечером мы об этом поговорим. Может быть вот в ТикТоке мы сделаем следующие две недели, где детально поговорим, как можно, как нужно развивать вот эти сектора. У нас, конечно, есть видение, и не только видение, у нас есть опыт, мы это делали. Мы это начали строить, но у нас не было полноты власти, у нас не было инструментарий. Я думаю, что в будущем это будет. Игорь Негода, только минимум, вспоминайте, экзотум массива воинного ворота, требует ружинство, лома, с улучшения, мы можем получить возможность оцепить, макаре, что происходит в программу для партия. Игорь Негода, это проблема базы, депопулировка Республики Молдова, это проблема номер 1 в нашей стране. Мы уже прошли линей, если мы говорим, У нас есть больше молдовей на фаре церкви. Сейчас начнем рецензменты. Я думаю, что те, кто в начале, которые были в начале, и мы все-таки, будут остаться в результате этого рецензмента. Мы имеем в царе не менее 2 миллионов человек. И 2 миллиона и половина молдовей находятся на фаре церкви. Поэтому проблема номер один есть именно этот момент. Но почему они уходят в царе? Мне сказали, почему они не уходят в царе и которые они уходят на фаре церкви. Извините, как мы находимся в таре. Мы легли, уходим грунта. Сереги бея за коручей, легли, приучили, 이것ов не так. Мая Сандо обрали, что мы откажем насос, но Мая Сандо увеличил decade, что Мая Сандо в это в стремлении. 150 миллионов человек о самих раз за годом мандатурного Мая Сандо сказал, пока уже с много. В первую очередь это упор и заль, которые нам не сталкивать моторами молдовей. непосредственно начать с алкурой целью коады, но требует таять капы. Требует интейдить скимбат кондуцирия, аж депутат часа, чтобы скимбаться и другие вещи. Николай Романчукин-Глази, даказунись, президенте, о сентремен таможний союз. Николай, я думаю, что объектив номер один должен быть интерес национал. Что означает интерес национал? Это означает, что мы в то же отношении с ЕС и с ВЕС, мы должны сценикнуть интересы нашей Республики Молдов. Мы должны быть в Университете. Я был председатель, который получил статус для наблюдения Университета. Это был таможний союз, который Майя Санду не использует. Но я считаю, что мы считаем, что мы в Университете и должны быть про-молдовьи. Релатии бунные с Европой, и с Русей. Дише это, что Майя Санду является для Европы, но против Русей. Мы не должны быть так. Мы должны быть в голове комиссии интересов национал. В Университете, мы должны быть в голове сческим листом. Дише одно спромомовым политикой и экстерном экилибрате, которые присыпают интересы националам. Будет ли объединение с другими партиями, например, ШОР и в случае смены власти, есть ли надежда на национализацию МРЖД и других бывших государственных предприятий? Эдуард Бренич, нам нужен российский рынок или нам конец? Эдуард, согласен, нам нужен российский рынок или нам конец? Это первый вопрос. Второй. Будет ли объединение с другими партиями? Я высказывал свое мнение не раз. Я считаю, что у нас, у всех оппозиционных партий, неважно цвет этой партии, у нас задача убрать эту власть. И каждый должен действовать в этом направлении. Как он действует? Своими протестами, своими флешмобами, своими другими мероприятиями. Пусть каждый решает, как он лучше может на это повлиять. Но мы за то, чтобы мы все вместе, все партии добились смены власти в Республике Молдом. Вот это нас всех объединяет. Георгий Штефан, «Бун Денис, что вы будете адаптировать в связи с конфликтами между фишей Газа, произраилян или пропалестинян?» Ой, вопрос очень простой. Я вам скажу, что я думаю, что все виноваты. Кто-то более сильный, кто-то более маленький. Еще раз, вы не можете взять партия Уния. Я знаю, что у нас вы плакаете ответы. Я знаю, что у нас вы плакаете ответы. И, конечно, что израил сейчас в Палестине, что он может взять миллион копий и бедрин, это очень страшно. Но если кто-то в Палестине уехал в Израиле, что умерет несколько сотни, что умерет остатки, что умерет в стыне, то это не будет коррект. Поэтому, что у нас есть очень важный. Я думаю, что это более коррект, что это будет создать решение организации национальных университет, строя штатуры Палестин. Я знаю, что израил не против, но это решение организации национальных университет. И это все говорит в мире. Они сейчас сомняты, которые сомняты, и они сомняты и сомняты. Это единственный solution. Но, если у нас нет, то есть что-то, Иван Главан, как вы думаете, цели, которые поставили на себя Санду и Пас, будут осуществляться, имею ввиду, по поводу присоединения с Румынией? Я думаю, что у них на данном этапе, во всяком случае, в ближайшие год-полтора-два, у них шанса для этого нет, но опасность второго мандата, не дай Бог, Санду в том, что она сделает все возможное, чтобы она стала последним президентом Республики Маду. Я хочу, чтобы мы все это понимали, когда мы пойдем на голосование 8-го года. Майя Санду – это угроза существования Молдовы. Второй мандат Майя Санду отозначает, что в конце второго мандата Майя Санду страны не будет, не будет такой страны, как Республика Молдова. Она ее уничтожит, для того, чтобы после нее уже никто не был. Поэтому я не раз говорил, еще раз призываю, нам всем нужно объединиться, чтобы убрать этот режим. Иначе нас всех не будет. И тогда будет не важно, кто там старше, кто там младше, у кого рейтинг меньше, у кого больше. Никого там волновать не будет, не будет нас никого. Вот я призываю других оппонентов, политических, спойлеров, типа усатых и так далее, которые начали меня бомбить. Для них Майя Санду хорошая, президент Швейцарии. Слушайте, вы спойлеры. Вы понимаете, что у вас не будет никого, никого не называю лично. Не будет вас, не будет нас, никого не будет, не будет страны. Оставьте эти амбиции в сторону. Нам нужно убрать Майя Санду, других вариантов нет. Иван Главан, если вы станете президентом и вернете все наши традиции, молдавский язык. Для меня это святое, молдавский язык, молдавская история, наши традиции, традиционная семья, наше православие, для меня это святое. Так было, есть и так будет всегда. Девушки отдыхают. Возьмите 4 минуты. Субтитры создавал DimaTorzok. Мы увидим на Дрохе и на Флореште. Время сарасти, что я хочу и на Монастире Жапка, если мы слушаем, мы увидим, что логарицы из-за этого. И поимене будет в Белц и на 1-й району Сынчерей, и в муниципе Белц. Ва мусульмеск, у зи бун и ку-домне жут!